всем привет вы на канале вязать легко и просто сегодня я вам хочу показать очень простой способ эластичного закрытия лицевой глади на примере я вам покажу на образце пол образца я закрыл эластичным способом половинку обычным способом и так смотрите там где мы закрывали эластичным способом вот такой эффект мы имеем то есть это эластичное закрытие краю нас эластичный пружинит не тянет там где обычным способом край фиксированный принципе подтягивает немножко вот так выглядит вот такая разница давайте приступим и так приступим способ очень простой но в то же время закрытие получается эластичная и так первую кромочную мы снимаем далее у нас лицевая петелька она у меня стоит левой стенкой ко мне заводим спицу провязываем ее лицевой петлей и далее с разворотом вот таким образом возвращаем ее на левую спицу также левая стеночка на действит далее возвращаем первую петлю и провязываем их вместе лицевой петлю и провязали повторяем заводим вытягиваем нить делаем петельку и с разворотом вот таким образом возвращаем на левую спицу петля стоит левой стеночкой возвращаем сюда эту провязываю вместе лицевой петлю и так как способ эластичный я рекомендую немножко по тоже закрывать и вот таким образом повторяем с разворотом возвращаем если вы вяжете классикой до изнаночной то лицевые в данном случае у вас будет стоять вот так правой стенкой давайте посмотрим как закрывать если правая стенка на лицевые стоят вот право стеночка заводим спицу слива направо также делаем петельку и с разворотом вот так возвращаем на левую спицу далее эту петлю возвращаем и провязываем их вместе лицевой петлей все сделали закрыли давайте еще раз повторим при классическом вот так у вас если петель когда стоит правой стенкой к вам опять провязываем с разворотом на левую стеночку возвращаем на левую спицу далее возвращаем вторую петельку и провязываем вместе лицевой петлей а теперь как приобычную когда мы бабушкиным способом изнаночной провязываем лицевая на стоит левой стенкой к нам мы также провязываем ее лицевой и с разворотом на левую стеночку возвращаем нашу лицевую петельку на левую спицу и провязываем далее вместе лицевой петлей и вот таким вот способом мы закрываем все оставшиеся петельки здесь лучше потуже делать закрытие потому что она у нас и так эластичная достаточно поэтому лучше делать немножко потуже и так мы продолжаем до конца нашего ряда или наоборот сколько вам нужно вот закрыть петель способ видите достаточно эластичный вот так получается далее для примера я покажу вам как закрыть обычным способом чтобы вы видели разницу то есть смотрите вы просто до набрасываете петлю первое и провязывайте со следующей лицевой петлей опять набросили провязали набросили провязали это обычный способ закрытия лицевой глади но при этом способе сейчас я покажу вам наглядно какая разница есть между эластичным закрытием и вот таким обычным так мы продолжаем до конца ряда и вот сейчас смотрите вот мы провязывали с вами эластичное закрытие а вот обычная то есть смотря в каких ситуациях до при вязании смотрят чего вы будете использовать либо обычный способ закрытия либо эластичный такой у нас с вами сегодня полезное видео надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях также приглашаю вас на мой второй канал который называется вязаные аксессуары там вы найдете очень много разнообразных самых модных модель шапочек снудов заходите бочки буду очень рада ну вот на этом все покажу еще раз вам вот у нас обычное закрытие до петель лицевой глади немножко тянет но в принципе смотрится да вот эстетично и вот смотрите эластичное закрытие вот такой у нас с вами сегодня урок всем всего доброго и ровных 7 петелек